Что сейчас происходит в регионе, расскажет канал ПС, студия Артемий Заварзин. Добрый день. В начале новость. Последнего часа 11 малышей отравились в Северодинском детском саду Моряночка. Все они сейчас в городской больнице. До 12 июня работа учреждения приостановлена. Специалисты Роспотребнадзора проводят проверки. Более подробная информация в 19 часов 20 минут в программе «Автограф дня» на канале ТВ-центр. К другим темам в России будут начисляться повышающие коэффициенты, если вы отсрочите свой выход на пенсию. Размер ее будет больше. Отложить выход на заслуженный отдых можно на срок с одного года до 10 лет. И за каждые 12 месяцев начисляются повышающие пенсию коэффициенты. Увеличению подлежит как фиксированная выплата, так и страховая пенсия. Например, если гражданин обратится за незначение выплаты через 3 года после достижения пенсионного возраста, то его страховая пенсия будет увеличена на 24%, а фиксированная выплата на 19%. Те, кому страховая пенсия уже назначена, могут отказаться от нее, чтобы через год или несколько лет получать пенсию в повышенном размере. В повышенном размере можно не только получать деньги, но и отдавать их, если сильно задолжал. Судебные приставы подвели итоги акции «Вспомни о ребенке, заплати алименты». В результате 50 арестов имущества тех, кто не исполняет свои обязательства перед детьми на общую сумму почти 600 тысяч рублей. У более чем 500 человек удалось установить место работы, что позволило направить туда исполнительные документы для удержания алиментов. По результатам акции 40 горе-отцов, объявленных в розыск, вспомнили о ребенке и полностью рассчитались с долгами 34 алиментщика. И еще о цифрах, но из другой сферы. 11 миллионов деревьев высадят в этом году в Архангельске. Сегодня, во Всероссийский день леса, прошел внеплановый субботник в рамках акции «Лесу да, свалкам нет». Волонтеры Общероссийского народного фронта вместе с активистами Приморского района убрали несанкционированную свалку недалеко от садового товарищества «Зверовод». Мусор значительно осложняет процесс лесовосстановления. Кроме того, такие помойки очень часто горят. На сегодняшний день все первые пожары, которые были у нас на юге области, они практически возникли от несанкционированных свалок. То есть были как раз загорания несанкционированных свалок. Стоит заметить, по мусору, который был свален в лесополосе, можно установить его владельца. На месте были обнаружены кипы бухгалтерских документов, лекарственные препараты и даже мебель. Так что теперь слово за надзорными органами. А сейчас в Северодвинск, там дорожники укладывают новый асфальт на внутриквартальных проездах. Всего в списке 45 объектов. Стоимость всех работ – 25 миллионов рублей. Сегодня уже завершено асфальтирование трех проездов. Но и замечание к подрядчику, которое он будет устранять за свой счет. На Северодвинске 17-12 очень плохая дорога. А тут на бульваре строителей 23 очень хорошая теперь дорога. И мы можем теперь кататься с друзьями на роликах по этой дороге. Жители близлежащих домов просят подлатать дорогу и в их дворах. Однако перечень дворовых территорий уже определен. Чтобы попасть в список на следующий год, жителям можно обратиться с предложением коммунальщикам. Все ямки надо засутировать. Я за. Если такое сделают. У нас ремонт делали, но что-то все равно еще ямки там есть. И тротуар у нас весь какой-то разбитый такой, не очень. Надо будет тротуар засутировать. На объектах заняты более 30 рабочих, порядка 20 единиц техники. Согласно условиям контракта, все работы должны быть завершены до 30 сентября. Ремонт дорог начался и в Архангельске. Пусть не сверхмасштабный, но внимание уделено самым проблемным участкам. Сегодня глава Архангельска проверил, что уже сделано и указал подрядчикам, где стоит провести работу над ошибками. Асфальта почти нет. Уже 20 лет здесь одни ямы до ухабы. Ремонта улицы Вильской и местные жители и автолюбители ждут словно праздника. И он случится в ближайшее время. В рамках работ по содержанию и ремонту городских дорог на 2017 год тротуар и проезжая часть улицы Вильской будут полностью заменены. Работы масштабные. Цена их реализации тоже. Почти 17 миллионов рублей. Надо практически построить новую дорогу. Но во всем протяжении Вильской, за исключением участков грунтовой территории, там даже проектной документации нет. Получается, что в свое время когда-то начали и повис этот проект. С коллегами посмотрим. Я думаю, что туда придется подключать проектантов, разрабатывать проект. Уже в середине июня будет проведен конкурс для определения подрядчика, который займется ремонтом улицы Вильская. Для тех, кто часто ездит по Приорова, новости тоже хорошие. Старое покрытие дороги на днях сменили на новое. Щебеночно-мастичный асфальтобетон со специальной добавкой делает дорогу более прочной. Здесь племенно-битвовое вяжущее. Будем смотреть, как оно будет себя показывать и как все дальше будет это работать. Применение новых технологий – решение отличное, отметил городоначальник. Но на этой дороге еще требуются доработки. Совсем не обязательно обладать зорким взглядом, чтобы увидеть, что уровень этой проезжей части, которая ведет в детской поликлинике и Архангельскому городскому культурному центру, ниже, чем уровень отремонтированной улицы Приорова. И во время дождей это может привести к подтоплению данного участка дороги. Замечания подрядчик пообещал устранить в ближайшее время. Что касается подготовительных работ, которые проводят на городских дорогах, это фрезерование покрытия. После 10-го числа планируют приступить к фрезерованию остальных объектов, которые по списку. Но вот мы проезжали улицу Стрелковую от Московского до дома 28. Ну и в принципе в планном порядке будем продолжать работу. На работы по содержанию и ремонту дорог в этом году выделено 236 миллионов рублей. Кроме того, подрядчики уже приступили к устранению повреждений дорожного полотна на объектах, находящихся на гарантии. Владимир Федосеев, Денис Линчевский, Архангельское телевидение. И немного о погоде. С завтрашнего дня столбик термометра в Архангельске будет уверенно держаться на отметке плюс 15 градусов и даже выше. А вот в Ненинском округе, кажется, высоких температур пока ждать не стоит. Это видео снято в одном из поселков на побережье Карского моря. Ребята беззаботно веселятся, играют в снежки, устраивают конкурс снеговиков и катаются на лыжах. Жители НАУ даже устроили марафон. Нужно слепить снеговика и выложить фото или видео с хэштегом «Лето в НАУ». Вот такое Ненинское лето. Кстати, до Наринмара в этом году ледоход дошел гораздо позже обычного. Итоги дня в 19.20 на канале ТВ-Центр. Я не прощаюсь и жду вас.